Солнечная электростанция своими руками. Один из часто задаваемых вопросов на канале. Можно ли самому все сделать? Построить солнечную электростанцию, скоммутировать панели? Какие выбрать панели? Какие инвертора? Что, куда и как? Вот на этот вопрос я постараюсь ответить в этом видео. Ну а также профессионалам и бывалым альтернативщикам будет также интересно посмотреть работу солнечного гибридного инвертора K5000MO. Это единственный в своем роде онлайн инвертор, который переключает городскую сеть на альтернативу за 0 секунд. То есть никакой паузы нет, никакое оборудование, самое высокоточное, не почувствует отключение, переключение с городской сети на альтернативу. Ну а также этот гибридный инвертор на борту имеет стабилизацию напряжения. И поэтому какое бы напряжение, конечно, в разумных пределах не заходило от горсети, он всегда будет выдавать 230 вольт. Ребят, я думаю, это видео будет интересно как новичкам, так и профессионалам солнечной энергетики. Друзья, поехали. На улице пасмурная погода. Вот, обратите внимание, никакого просвета. Но это 31 января у нас. Дни стали значительно светлее. Пойдемте посмотрим в электростанцию, сколько же заходит от солнечных панелей. Друзья, в кадре моя солнечная электростанция. На ваших глазах гибридный солнечный инвертор силы КАП-5000 МОН. Давайте посмотрим, сколько заходит от солнца. Вот сейчас у нас 11 часов. 31 января, завтра февраль. 284 ватта, ну почти 300 ватт. Плюс еще с крыши заходит 153 ватта. Ну и того, у нас получается почти 450 ватт заходит в такую пасмурную погоду. Это говорит о том, что я полностью перекрываю потребление своего дома. И еще заряд идет у аккумулятора. Сейчас вот в данный момент потребление дома 1 киловатт, 132 ватта. Это кофемашина там включена. Сейчас пойду кофейку попью. Городской сети нету. Обратите внимание, у меня альтернатива. Горит красная лампочка. А, соответственно, городская сеть зеленая лампочка. Вот потребление дома упало. 260, 190. Видите, заход от панелей. Вот по этой стрелочке видно, что работаем исключительно на солнце. С аккумуляторов ничего не берем. Городской сети нет. Все подробно объясню и расскажу в этом видео. Посмотрим дисплей этого инвертора. Посмотрим возможности. Обратите внимание, выход 230. Подключу городскую сеть, когда она будет. Увидите, как он производит стабилизацию напряжения. Аккумуляторы. Пока без балансира. Вывел специально себе сюда. Такие дисплейчики. Для новичков, ребят, чтобы вас не пугало. Вот такие вот коробочки всякие разные и прочее. Это все я делаю исключительно для себя, для своего удобства. Все это можно не делать. Можно ограничиться просто установкой данного гибридного инвертора. Подключению к нему аккумуляторов. Вот у меня через такой предохранитель уходит. В подвал аккумуляторы стоят. Подключение городской сети. Это вот у меня вводной щит. Про него я тоже быстренько коснусь. Подключение. Ну и, соответственно, подключение солнечных панелей. Вот солнечные панели у меня через вот этот вот вводной щит подходит к данному инвертору. Все просто. Пусть вас не пугают слова вводной щит. Вводной щит солнечных панелей. Это просто звучит немножко так вот пугающе. А на самом деле все очень-очень просто. Оставайтесь на канале. Дальше будет еще интереснее. Друзья, на следующий день 647-630 ватт заходит с моего поля, что стоит на козлятнике с основного массива 20 панелей. Напомню, солнце в сильной-сильной дымке. Даже, я бы сказал, пасмурно, но не сильно пасмурно. Определим это так. Гор-сети нету. Гор-сети нету. Обратите внимание, потребление дома 355 ватт. Заходит 600 ватт, но заходило бы еще больше, если бы было куда девать эту энергию. Аккумуляторы заряжены. Вот 13.5-13.4 на аккумуляторах. Система на 48 вольт. Прошу обратить внимание именно на вот эти вот вольтметры. Это я просто для удобства, для себя, естественно, вывел. Это здесь у меня пока система на 24 вольт. Про это я вам сейчас рассказывать не буду, чтобы не путать вас. Просто на это не обращайте внимания. Аккумуляторы заряжены. Вот. То есть здесь сейчас инвертор, он просто реально ограничивает. Здесь можно посмотреть. Давайте посмотрим, сколько на аккумулятор идёт. Ну, всего 4 ампера он на них отправляет. Если в ваттах, то это, ну, 214 ватт отправляет на аккумуляторы. То есть они полностью заряжены. Он, в общем-то, их так вот поддерживает на данном напряжении, так сказать, держит. Итак, что я хочу сделать? Я хочу пойти попилить. У меня тут свалилась огромная береза. Ветром свалила. Тут на ней снега было много, да еще ветер поднялся. В общем, не выдержала старушка. Рухнула. Пойду попилю и, естественно, электропилой. И посмотрим, как будет себя вести сила МО 5000. Береза тут у нас свалилась, ребят. И пилить буду своей пилой. Макитой 2-х киловаттной электропила. Классная пила. Кстати, мне так нравится. Я исток уже перепилил дров. Обратите внимание, вывел специальный дисплей, чтобы вы видели нагрузку. Вот даже 2 киловатта 300, 2 киловатта 400 ватт. Обратите внимание. Но инвертор это как семечки. На самом деле, это для него не нагрузка. Он же у нас 5-киловаттный. Плюс, конечно, в доме там что-то. Холодильники какие-то работают. И запросто вот я даю такую нагрузку пилой. То есть он не чувствует практически нагрузку эту. Обратите внимание на срез. Размеры, да? Ладонь. Ну, если понравилось, не забудьте поставить лайк. Друзья, а у нас солнышко выглянуло. 2 киловатта идет с моего массива. Там 3-х киловаттный массив. Но как солнышко выглянуло? В дымке. Сильная дымка, но солнышко пробивается. Вот 2 киловатта. Заходит с панели. Нагрузка в доме. Я специально вон чайник включил. Горсети нету, кстати. Чайник специально включил. 2 киловатта, 174 ватт нагрузка в доме. Чайник там кипячу. Надо же куда-то энергию-то девать. Ну, вот. Напряжение на аккумуляторах. Смотрите, как четко ровненько идут. 13,1, 13,1, 13,1. Вот один немножко вот этот чуть-чуть убегает. Хотя здесь может быть 13,1 и 9 сотых, да? А здесь, ну, грубо говоря, сотые еще не видим. Мы не видим сотые. Десятые видим, сотые не видим. Ну, да-да-да, вот про что я говорил. 13,2. Здесь даже еще идет зарядка какая-то. Ну, вот. Вот так вот от солнышка заходит. Февраль месяц, друзья. 4 февраля. Все, закончились тусклые, мрачные дни. Теперь солнечная электростанция будет радовать в любую погоду. В солнечной особенно. А это мои англо-нудийские козы. Вот такая красота. Да, Жадди? Жадди. Красивые козы. Да. Вот такая горбина у них. Вот такие козыльки. Друзья, но продолжим, однако, про инвертор. Итак, сколько же солнечных панелей и каким образом мы к нему сможем подключить? Зайдем на сайт производителя. Вот он, наш инвертор. Нас будет интересовать именно параметры заряда от солнечных батарей. Итак, мы видим, что мы можем подключить 4000 Вт по солнечным панелям и общим напряжением не более 145 Вольт. И рабочее напряжение 60-115 Вольт. 145 Вольт. Запомните, ребята, это очень важный параметр. Мы не должны его превысить никаким образом. Мои панельки по 180 Вт каждая. Посмотрим на их характеристики. Нас интересует вольтаж без нагрузки 23,8. Ну, 24 для ровного счета. И рабочий вольтаж 19,8. Друзья, у меня 20 панелей по 180 Вт каждая. Умножим 20 на 180. Получаем 3600. Мы проходим. Инвертор позволяет к себе подключить 4 кВт. Теперь по напряжению. Максимальное напряжение на инвертор 145 Вольт. Разделим на напряжение холостого хода панели 24 Вольта. Напомню, 6 панелей мы можем соединить последовательно. Но мне 6 не надо. Мне по 5 будет удобней. 5 на 24 – 120 Вольт. Отлично. Проходим. Ну, заодно посмотрим рабочий вольтаж. 5 на 19, 95. Проходим везде. Отлично. Ребят, вот таким образом. 5 панелек последовательно. Потом следующий ряд. 5 панелек последовательно. И так все ряды. Все 4 ряда. И эти 4 ряда уже соединим в параллель и отправим на наш гибридный инвертор. Таким образом параметры будут полностью соблюдены. Наша сборка солнечных панелей приходит вот сюда. Это вводной щит от солнечных панелей, который уже пойдет на наш гибридный инвертор. Звучит громко. Вводной щит. Но на самом деле здесь нужно только вот этот вот один автомат. Все остальное, вот эти автоматы, это стоят для меня. Так как я люблю экспериментировать, отключать, подключать поля какие-то определенные. Обычному пользователю, который просто хочет получать электроэнергию от солнечных панелей. Вот это все лишнее. Основное вот сюда приходит плюс-минус от нашей сборки солнечных панелей. И идет уже на гибридный инвертор. Плюс может понадобиться вот такое устройство. Это УЗИП называется. Защита от перенапряжения. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы в случае грозовых разрядов или молний он защитил ваше оборудование. Производитель инвертора рекомендует, даже требует устанавливать такое устройство. Поэтому будем следовать рекомендации и установим. Вот я специально открыл щит, отключил солнечные панели от инвертора. Для чего это я сделал? А для того, чтобы показать вам, что прежде чем подать энергию, мощь, напряжение от солнечных панелей на инвертор, обязательно проверить нужно это напряжение. Вот мы привели это на автомат. Автомат выключен. Замеряем обычным вольтметром, сколько же у нас напряжения. И мы видим, напряжение без нагрузки у нас 120 вольт. Помним, в инструкции от инвертора написано 145 вольт максимальное напряжение. Мы проходим. Мы все сделали правильно. Отлично. Друзья, но запомните один момент. Прежде чем подключить солнечные панели к гибридному инвертору, первым делом мы должны подключить аккумуляторы. К любому солнечному гибридному инвертору сперва подключаем аккумуляторы. Только потом уже солнечные панели и городскую сеть. Как подключить аккумуляторы? Каким кабелем? Чтобы произвести подключение аккумуляторов, солнечных панелей, городской сети к инвертору, нужно снять вот эту переднюю панельку. Снимается она легко. Вот здесь два таких винтика. Раз. И вот здесь вот второй. Откручиваем. Передняя панелька к инвертору подключена обычным патч-кортом. Ну, витая пара. Как сеть у вас в доме подключается к компьютеру. Сетевой, обычный компьютерный сетевой кабель. Все очень легко и просто. Мы его легко снимаем. Раз. И все. Панелька у нас снята. Друзья, вот таким толстым мощным кабелем подключаются аккумуляторы. Кабель сечением 35 квадратных миллиметров. Называется он кабель гибкий KG35. Вот такой предохранитель я поставил. Для чего нужен предохранитель? Он защитит от короткого замыкания, если вдруг что-то у вас произойдет не так. То есть ваши аккумуляторы будут защищены от короткого замыкания. Именно для этого он и нужен. Обратите внимание на мощные клеммы. Кабель я рекомендую 35 квадратных миллиметров. Ну, самое минимум это 25 квадратных миллиметров. Но лучше не экономить и взять мощный, надежный кабель. Потому что токи здесь немаленькие. Солнечные панели также плюс-минус. Обратите внимание, я помечаю всегда, чтобы не запутаться, это удобно. Красно-синяя изолента, помечаешь плюс-минус. Соответственно, вот у нас идет PV. Плюс, PV-минус. То есть, соответственно, плюс-минус от солнечных панелей. То же самое на аккумуляторах. Ну, а здесь уже у нас идет вход в солнечный гибридный инвертор от городской сети. Вот он заходит. Земля, фаза и ноль. Обязательно обратите на это внимание. Не перепутайте, друзья мои. Не перепутайте фазу с нулем. Это очень важно. Иначе будет у вас короткое замыкание. То есть, от городской сети на вход идет земля, фаза L и ноль. Буквка N помечен. А это выход. Выход вашей 220 вольт. Фаза и ноль. Вот таким вот образом все на самом деле очень просто. Друзья, хотел сказать очень важный момент относительно подключения инвертора к городской сети. Смотрите, здесь нужно запомнить такой момент, что городская сеть с сетью гибридного инвертора не должна никогда встретиться. Я сейчас объясню, что это значит. То есть, 220 вольт от вашей городской сети, которая заходит по проводам в ваш дом, и 220 вольт, который выходит с вашего инвертора, именно выходит, эти провода не должны встретиться. Ни фаза, ни ноль. То есть, нельзя запитать одну и ту же розетку, используя и городскую сеть, и гибридный инвертор. Я думаю, это понятно. Чтобы так у вас не получилось, обычно гибридные инвертора такой мощности на 5 кВт ставят, естественно, для питания всего дома. Конечно, можно сделать, развести отдельные розетки, которые будут исключительно идти от гибридного инвертора, но обычно питается весь дом полностью. Соответственно, чтобы у вас выход, именно выход, не перепутайте, именно выход с гибридного инвертора не встретился с городской сетью, ставят либо АВР, как у меня стоит, это автоматический резерв. Его задача, я вам сейчас покажу, смотрите, это у меня, вот так вот, да, чтобы видно было в кадре, вот это у меня выход с инвертора. У меня инвертор идет приоритетом. Если я отключу инвертор, то автоматически АВР переключит весь дом на городскую сеть. Вы услышите щелчок, смотрите, отключаю, слышали, да? И вот все, погас красненький огонек, все, с инвертора напряжение на дом не идет. То есть дом питается исключительно от городской сети. Зелененький огонечек горит, нагрузка в доме сейчас 121 ватт, 235 от городской сети заходит напряжение. Включаю инвертор, инвертор у меня в приоритете. То есть сейчас от инвертора пойдет на дом. Что сделает АВР? Все, АВР мигом переключил нагрузку от уже питания через инвертор. Городская сеть, она есть, но питается через исключительно инвертор. Смотрите, я отключаю городскую сеть, чтобы было вам видно. Вот, я отключил городскую сеть. Видите, питание дома продолжается. Вот я включил городскую сеть. Она показывает, что АВР ее видит. Городская сеть есть. Как только вдруг что-то случилось, пропало напряжение на инверторе, выключился инвертор, допустим, автоматически АВР переключит весь дом. Ну а теперь я предлагаю поближе познакомиться с этим гибридным инвертором Сила К5000МО. Посмотрим его особенности, посмотрим меню, покажу, как он стабилизирует напряжение, так как этот инвертор со стабилизацией. Также это единственный в своем роде инвертор, который может переключать городскую сеть альтернативу за 0 секунд. То есть никакое оборудование у вас не заметит то, что у вас произошло отключение городской сети. Данный гибридный инвертор находится временно в моем пользовании. Он принадлежит человеку, который изначально даже не хотел устанавливать себе солнечную электростанцию, а всего лишь ему нужен был хороший источник беспребойного питания, чтобы работающие электроприборы в доме, а у него компьютеры там серверные, чтобы не замечали отключение электричества. И я порекомендовал ему обратить внимание на вот такой онлайн-инвертор. Ну а честно говоря, потом я уже объяснил ему, ну глупо иметь такой инвертор, да, и не попробовать там поставить солнечные батареи, панели. На что он как бы проникся и сказал, да, супер, вот просто реально супер. Смотрите, ребят, я вам покажу просто, из-за чего человек изначально взял данный гибридный инвертор. Мы смотрим, видим вот эту вот верхнюю стрелочку, это городская сеть, она питает нагрузку. Также идет нижняя стрелочка, которая показывает, что эту же нагрузку питает и солнце. Сейчас инвертор работает в режиме подмешивания. То есть 800 ватт он берет от солнечных панелей и питает нагрузку. А общее потребление дома, 1 киловатт, 183 ватта. То есть недостающие ваты добираются из городской сети. То есть он значительно, вот сейчас в режиме такой экономии денежных средств, так сказать, работает. То есть он подмешивает энергию солнца к энергии городской сети. Если энергии солнца хватает полностью, то от городской сети он не будет брать ничего. А если не хватает энергии солнца, как в данном случае, да, видите, потребление дома, 1 киловатт, 184 ватта, а от солнышка вот у нас 697-686 заходит. Соответственно, он недостающие ваты подмешивает, берет из городской сети. Основной его режим, из-за которого его человек и брал, это мгновенное переключение, если в случае отключается городская сеть. Вот мы сейчас смоделируем эту ситуацию. Я выключаю городскую сеть, и вы сейчас услышите. Щелкаю. Все, городская сеть отключена. Обратите внимание, ничего не произошло, как питался дом, так и питается. 230 вольт. Вот, обратите внимание, вся нагрузка, так получше будет видно, вся нагрузка в доме, 1 киловатт, 182 ватта, все работает. Зелененькая лампочка потухла, городской сети нет. Отключение 0 секунд, то есть переключение между режимами, то есть между байпасом, допустим, если бы даже не было солнечной энергии, солнечных панелей, а исключительно аккумуляторы, как изначально человек и хотел, то переключение никакой оборудования не почувствует. Самое высокоточное. И газовые котлы, и компьютеры, и все прочее. Включаем городскую сеть. Обратно возвращаем городскую сеть, и инвертор сейчас, стрелочка здесь, вот вы видите, вот, он заметил, так городская сеть появилась, и спокойненько подключил городскую сеть. Все. Все как работало, так и продолжало. А сейчас давайте попробуем смоделируем другую ситуацию. Допустим, нету у нас солнечных панелей, как изначально и планировалось у человека. То есть я выключу солнечные панели. Все. Солнце отключил, так сказать. Смотрите. Все. Ноль. Вот у нас input PV. Ноль. Все. Вот он замигал значочком, что нету энергии от солнечных панелей. Сейчас работает исключительно городская сеть на нагрузку. Вот мы видим, вот эта стрелочка сверху проходит. Вот. И на нагрузку идет. Здесь еще есть другие режимы зарядки аккумулятора, но мы к ним придем чуть позже, чтобы вас не запутать. Итак. Сейчас теперь опять смоделируем ситуацию, как будто бы у нас отключили городскую сеть. Я отключаю городскую сеть, и вы сейчас здесь его видите. Выключаю. Оп. Все. Городская сеть отключена. По-прежнему напряжение 230 вольт. Работает исключительно от аккумуляторов. Наша нагрузка осталась прежней. Вот 1 кВт, 666 Вт. То есть дом не замечает моих вот этих вот манипуляций. Отключили городскую сеть, включили городскую сеть. В доме ничего не происходит. Переключение 0 секунд. 0. Не десятые, не сотые, а именно 0 секунд. Включаю заново городскую сеть. Смотрим. Сейчас инвертор заметит подключение городской сети. Так. Вот видите, значочек городской сети появился. Все. Пошло питание уже от городской сети со стабилизацией. Здесь можно сделать такой режим, чтобы без стабилизации. Потому что на стабилизацию напряжения, естественно, тратится какая-то определенная энергия. Чтобы, например, если у вас сеть ровная, все четко работает, то есть там 220-230 Вольт у вас сеть, и стабилизация как таковая вам не нужна, эту функцию здесь можно отключить. То есть это уже как бы кому как надо. Вот, например, смотрите, 209 Вольт сейчас городская сеть у меня, а выход 230. Вот, пожалуйста, это вот вам я показываю, как работает стабилизация. То есть, естественно, приборы все работают гораздо лучше. У меня даже духовка, когда я выпекаю хлеб, я первый раз выпекал, у меня даже есть видео на канале, у меня даже хлеб подгорел из-за этого инвертора, потому что он чисто 230 давал, но, естественно, тены в духовке работали мощнее, то есть больше нагревались, нежели при там 208, 200, 190 у меня бывает напряжение. И даже хлебушек у меня подгорел. Вот так вот бывает. Ну, а теперь, ребята, включим снова солнечные панели. Все, включаем солнечные панели. Когда я объяснил своему знакомому, что он еще сможет экономить, подключив солнечные панели, он был, конечно, приятно удивлен, потому что этот инвертор замечательно может работать именно в режиме подмешивания. Вот смотрите, сейчас он увидел солнечные панели, сейчас он будет питать нагрузку. Сейчас мы это все увидим, все на ваших глазах. Вот, все, пошла работа. Сейчас он покажет, сколько от солнечных панелей у нас будет заходить. Посмотрим. 5 Ватт. Все, потихонечку МППТ-контроллер прощупывает, смотрит напряжение, смотрит амперы, заходящие из солнечных панелей. И потихоньку, плавненько увеличивает. Вот, 700, 900 Ватт от солнышка. Все, ну вот, потребление нашего дома 1 киловатт, 70 Ватт. Там плитка работает у меня, специально поставил, чтобы побольше нагрузить. То есть, соответственно, 800 Ватт мы берем от солнышка, а всего лишь 200, там 70 Ватт, мы берем от городской сети. Чуть позже, ребят, ко мне приедет еще один вот такой же счетчик, да, который я поставлю здесь рядом. Я его специально заказал для удобства, чтобы смотреть, сколько от городской сети мы берем, сколько потребление общее. И в следующем ролике я более-более подробно коснусь вопроса по вот непосредственно подмешиванию, чтобы мы уже с вами в режиме реального времени видели, сколько мы берем от городской сети, а сколько нам дает солнышко. То есть, мы увидим, как происходит подмешивание энергии солнца к энергии городской сети. Но это уже в следующем ролике. Друзья, ну вот подошел еще один день жизни в деревне к концу. Давайте посмотрим, сколько же выработала сегодня моя солнечная электростанция. Выработана сегодня от солнечной электростанции. День 5 киловатт 540 ватт. Вот в такой вот несолнечный день выработала солнечная электростанция. 5 киловатт 540 ватт от моих панелей, от 20 панелей. Но плюс еще у меня вот такой контроллер. Там 8 панелек. Ну сейчас, естественно, 0. Но как минимум киловатт от них тоже зашел. Поэтому я думаю, что 6 или 7 киловатт за сегодняшний день выработала моя солнечная электростанция. Вот такая информация. Я еще хотел бы сказать вам такой момент. Понимаете, получение своей солнечной энергии, вообще своего электричества, своей энергии, да, это совсем не то, что просто включить в розетку там электрочайник, да, то есть это совершенно другие ощущения. Вот те, у кого нету солнечной электростанции, я, наверное, пожелал бы все-таки же испытать именно эти ощущения своей энергии, своей независимости, то есть другой альтернативы, понимаете, альтернативы не просто вот как бы альтернативная энергетика, да, а это альтернативный образ жизни вообще. Вот как бы вот такую мысль я хочу вам донести, понимаете, то есть у вас как бы есть выбор, вам не скажут, что как в том фильме, помните, бриллиантовая рука, а не будут брать лотерейные билеты, отключим газ, да, и в итоге что там продолжаем мысль, люди вынуждены будут взять лотерейные билеты, а мне можно отключить газ, я не буду брать лотерейные билеты, вот такой мысль я хотел донести. Друзья, все, что не успел снять в этом ролике про данный гибридный инвертор сила К5000МО, я сниму в другом ролике, уже там придет у меня электросчетчик второй, там будет уже видно, как гибридный инвертор подмешивает, смешивает городскую сеть с альтернативой с солнышком, это уже будет прям наглядно на приборах видно, может быть какие-то еще там у вас дополнительные вопросы по данному гибридному инвертору остались, спрашивайте в комментариях, я отвечаю в общем-то всегда и всем, отвечаю с удовольствием, спрашивайте, пишите. на моем канале на моем канале много разных видеороликов, связанных с построением солнечной электростанции, начиная с 12-вольтовой, самой простой солнечной электростанции, буквально там даже без контроллера, я когда-то еще начинал строить солнечную электростанцию, разводка, проводки по дому 12 вольт и так далее, и потом дальше, дальше, и 24-вольтовая система, и вот сейчас я вам уже показываю работу гибридного инвертора на 40, 8 вольт, 48 вольтовая система, то есть если посмотреть мои ролики, то я думаю, что много чего интересного для себя можно подчеркнуть из данных роликов, но зачастую я встречаю на канале такие вопросы, а можно ли с вами связаться, а как с вами связаться, чтобы персонально обсудить тот или иной вопрос, друзья, я думаю, наверное, поступить следующим образом, если вы действительно хотите построить солнечную электростанцию, у вас нет времени и желания долго сидеть и просматривать мои ролики, другие ролики, изучают те или иные вопросы, то, наверное, я смогу дать такую консультацию персональную по WhatsApp, я думаю, что оставляйте номер и я с вами свяжусь, но все-таки же попрошу, наверное, за это небольшое вознаграждение, я думаю, это будет правильно, ну, как бы, это в некотором роде дисциплинирует, наверное, то есть не будет лишних общений, которые там, ну, и на самом деле человек и ничего строит и не собирается, а просто там, ну, просто поболтать ему захотелось, я надеюсь, вы меня понимаете, если кому действительно это интересно, кто хочет построить солнечную электростанцию и нужны персональные, именно персональные консультации, ну, я думаю, что по WhatsApp смогу дать такие. Друзья, ну, и в завершении этого ролика уже, так сказать, посложившейся традиции хотел бы пожелать вам в первую очередь, конечно, крепкого здоровья. Это самое главное, здоровье ваше, ваших родных и ваших близких. Все остальное мелочи, все остальное будет. Самое главное было бы здоровье. Ну, естественно, побольше солнечных дней, а зима-то заканчивается, уже скоро весна, осталось совсем немножко, а это, значит, солнечная электростанция, будет вырабатывать очень много тока. Будьте здоровы, ребят! Пока!